Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Христос воскресе, братья и сестры, Бог да благословит вас. Братья и сестры, хотелось бы с вами поговорить о нашем времени, что сейчас вообще происходит. В акафисте святого праведного отрока Вячеслава, кто читал, написано «Радуйся, святые праведные отрочи Вячеславе, дивные помощничи, во времена последние». Во времена последние, и истинно действительно это так. Мы живем с вами в последние времена. Как говорил святой праведный отрочи Вячеславе, то что ничего не изменить и приостановить нельзя. На небе все решено. Скоро на земле будет Бог. Господь уже при дверях. Просто многие не понимают, что очень-очень осталось мало времени. И Антихрист уже в дверях стоит. Братья и сестры, мы сами своими грехами приближаем все страшные времена, все беды, которые на нас сыпятся. В кончину мира мы сами ускоряем этот процесс своим отступлением от Господа. Своими грехами, блудом, наркоманием, пьянством, воровством, но много можно перечислять и так далее и тому подобное. Церковь захватила ересь экуменизма и глобализация. Духовенство благословляет это брат. Господь терпит-терпит по тому, как шарахнет по святым отцам. Ну да ладно, речь сейчас не об этом как бы, ну как сказать об этом, но хотелось бы мне заступиться за владыку Зосиму. То, что многие говорят, то что он в прелести называет, он себя царем грядущим, братья и сестры. Он лично сам от себя ничего не говорит. Но есть люди, есть свидетели, которым открывает сам Господь. Ангел не один раз уже приходил к отраку Павлу. Много чего ему говорил, открывал. И много людей к нему туда ходит, и духовенство к нему ходит. Это Божий человек. И ангел отраку Павлу говорит на его вопрос. Павел у него спросил о грядущем царе, а ангел сказал ему, ты его знаешь. Как это поздно? А кто? Ангел сказал, что с химитрополит Зосимой и есть царь грядущий. Потом, Матерь Божья явилась тоже отраку Павлу. И сказала, что владыка Зосима и есть царь грядущий. И Матерь Божья это засвидетельствовало трижды, братья и сестры, трижды. Даже вот на крестном ходе, который был вокруг Москвы, было подтверждение тому. И многие люди об этом говорят. И многие люди свидетельствуют, с кем мне приходилось общаться. Даже из Грузии. Там живет сестра во Христе. Имя назвать не буду, чтобы не было искушения. Она давно тоже видела царя. Потом узнала его во владыке Зосиме. Еще есть одна сестра во Христе, отраковица. Тоже имени назвать не буду, чтобы не было искушений у этого человека. У ребенка. Ей приснился сону. Ранее об этом ролики уже выпускались. То, что приснилось ей в последнее время. Видела она Антихриста. Но лица она его не видела. Господь закрыл, дабы не прельститься. И видела она во сне помазанника Божия, ведущего царя нашего императора. И рассказал свой сон своей крестной верующей. И крестная говорит, а ты сможешь описать царя, как он выглядел? Смогу. Она описала и по всем описаниям попадает на владыку Зосимы. Крестная дает своей крестнице видеопробовать с владыкой Зосимой. Девочка обомлела, глазами забыл мало и говорит, как это возможно. Я его видела. Но до этого, до этого сна, она ни разу ни одного ролика с владыкой не смотрела. Показали этот ролик впервые. И она в нем узнала царя, который был показан во сне. Многие говорят, вот этим всем видением и с нам верить не нужно. Братья и сестры. Но хочу вам сказать то, что в апостоле, да и в Ветхом Завете сказано. Вот он апостол. Во второй главе Деяния Святых Апостолов говорится. Шестнадцатый, семнадцатый стих по девятнадцатый. И залью от Духа Моего на всякую плоть. И прорекут сынови ваши, и дщери ваши, и юноши ваши. Видения узрят, и старцы ваши. Сонья, то есть сны, видят. Ибо на рабы моя, и на рабыни моя во дни, они и залью от Духа Моего и прорекут. Здесь сказано то, что в последние времена Господь во всякую плоть зальет Дух Святой. И сны ваши, и дщери, и сыновья ваши, и старцы, и юноши будут видеть сны и видения пророчества. А вы называете многих людей прелестью. Как распознать прелесть? От лукавого сона или от Бога? Если после таких снов на душе спокойствие, радость в сердце и веселье, что хочется хвалить и благодарить Господа, то это Божий сон. А если какое-то сомнение, какое-то раздражение и немирствие в душе, то это значит сон от лукавого. И вот хочу вам сказать, братья и сестры, мое личное мнение, то что Владыка Зосима есть грядущий царь, я этому верю по 100%. Я не вправе кого-либо из вас заставлять эту позицию принимать по поводу царя, но просто я хочу как бы свое слово сказать, дабы и вас я не осуждаю и никого в этом не укоряю. Просто нести хочу свое слово в том, что когда были пророчества о Спасителе, о Господе нашем Иисусе Христе, то, что должен прийти Царь в мир и спасти людей. И многие ждали Его, и многие молились. И даже были такие моменты, что те люди навображали, придумывали себе Царя Спасителя о своем воображении, что будет богатым, в золотых одеждах, хотя же Царь, Спаситель, сразу Его узнаем. А Господь родился в ясно и был самым простым человеком, ходил среди нечих. Одежда у него была только один хитон, ходил проповедливал, говорил Слово Божье, исцелял, воскрешал мертвым. И люди, большинство, все равно не поверили. И те, кто даже ждал Его и молился, чтобы Он пришел, говорили, это не Тот. А Господь сказал, меня не приняли, но примите Того, Который придет под имение Моим, то есть Антихриста. И те, кто не приняли Господа, погнали и распяли Господа. Я боюсь, чтобы сейчас этого не приключилось, братья и сестры, с царем. Многие ждут царя, молятся. Кто-то усиленно молится, кто-то воздохнет, чтобы поскорее царь пришел. Братья и сестры, я боюсь того, чтобы не получилось того, тех, кто ждут царя, потом же Его и погонят, и предадут. Вот чего я боюсь. Я надеюсь, Вы поняли, о чем я говорю. Еще хочу один раз повториться, прошу прощения, но повторюсь, то, что Владыка, то, что Он царь и души, от Себя ничего не говорит. Об этом и говорят сны и видения, откровения людей. Даже еще один человек засвидетельствовал из Германии. В принципе, я говорить не буду, Вы сейчас все сами услышите. На этом пока, наверное, все, что я хотел Вам сказать. Простите меня, Христа ради, если что не так, или кого-то смутило этим видео, или кому-то показалось это видео навязчивым, во всем мире. Да поможет Вам Господь. Аминь. Так же принимается исповедь по двадцатим метарствам. Либо по телефону, либо письмом. Номер телефона оставлю в описании, под видео. Звоните, пишите. С Богом. Дорогие братья и сестры во Христе. Раба Божия Христина. Я хотела поделиться своими переживаниями, своим мнением по поводу откровений от руку Павлу о грядущем царе. В данном случае речь идет о схеме Трополите Зосиме. Когда я в первый раз услышала, что владыка Зосима является грядущим царем, то как-то вот спонтанно меня посетила такая радость. Я так обрадовалась. Такое чувство было радостное. Ну, не передать словами. И сразу вот пошла первая мысль. Вот это Господь Бог. Насколько же он мудр. Представляете, какая пощечина для наших архиереев. Просто не передать. Потом полилась грязь на владыку Зосиму. Люди говорили, что он сам в приезжении, что самосвят и так далее. Я подумала, ну, как же так? И ангел сказал, и Богородица подтвердила. И владыка сам выступил и сказал, что тоже сомневался. И получил подтверждение. И вот я стала просить Господа открыть мне или хотя бы намекнуть, царь владыка или нет. И вот спустя некоторое время вижу сон. Произошли какие-то нехорошие события. То ли война, то ли катастрофы какие-то. И я находилась в дремучем лесу со своими детьми. Причем старшего я не видела, но знала, что он там присутствовал. А конкретно видела своего младшего сына. В этом лесу была небольшая полянка. Зеленая травка, песочек. И на этой полянке стоял самодельный стол из бревен и две лавочки. И вот на этих двух лавочках сидели я, владыка Зосима и владыка Силофею. Владыка Зосима мне давал какие-то поручения. Мы обсуждали какой-то план. Очень хорошо помню свою мысль при этом. Смотрю на него и думаю, надо же, а он ведь и правда царь. Он царь, он царь, он царь. То есть три раза повторилась эта фраза как бы эхом. Я знала в этом сне точно, что владыка есть царь. Сомнений в общем не было. Мы о чем-то долго разговаривали, о чем-то конкретно я не помню. И вот под конец он сказал, что берет нас под свою защиту. И что мой младший сын и его сын теперь тоже. Ну конечно же в духовном смысле. И вот я с такой мыслью, что Зосима-то царь. Надо же, надо же. Я проснулась. Спустя несколько дней вышел еще один аудиоролик от отрока Павла. В котором он опять подтвердил это все. И опять пошла радость. Такое ликование. Ну не передать словами просто. И в общем по сути, братья и сестры, хотела вам сказать, что эти события вокруг владыки Зосимы в первую очередь являются проверкой для нас. Готов ли русский народ принять того, как царя, на кого укажет сам Господь Бог. И судя по тому, как реагировали люди, нет. Еще нет. А почему нет? А потому что люди себе нарисовали царя на белом коне в доспехах. Братья и сестры, давайте перестанем быть советскими людьми. Почему у нас, русских, всегда идет обгаживание людей, если они не вписываются в общепринятые стандарты? Ведь никто же не может утверждать, как его руковополагали, кто он и откуда он. А может его сам Господь Бог через избранных людей рукоположил и сохранял все в тайне. Кто-нибудь из вас присутствовал на этой церемонии? Нет. Конечно же, нет. А по факту этот человек пламенной веры, его проповеди о любви Христовой. И нет ничего в его речах противного православию. Призываю всех быть милосердными и поддержать Владыку. Независимо от того, является ли по вашему мнению он царем или нет. Нам всем нужно спасаться. А спастись мы можем только сплотившись. И объединять нас должна любовь ко Христу. Да, братья и сестры, забыл еще сказать вам. То, что, да, еще раз повторюсь, то, что мы поистине живем в последние времена. Очень-очень мало осталось у нас времени. Антихрист уже в дверях стоит. А по прочству мы знаем то, что придут одновременно и царь, и антихрист. Господь уже приоткрыл завесу о грядущем царе, кто является царем. Для вас, для малого стада, чтобы у вас в сердце возгорелась надежда, что мы Богом не забыты, что мы Богом не оставлены. Господь слышит наши молитвы. Чтобы у людей возгорелся огонек в сердцах, то, что пришел, пришел царь. И немножко надо подождать нам. И Господь возьмет все в свои руки. Если уже царь явленным нам, то антихрист на пороге. А если антихрист на пороге, то сами понимаете, что времени очень мало. Скоро придет на землю Господь. С Богом!